Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем анализировать главный фундаментальный фон, который складывается на текущий момент, и видим то, что доллар, который ранее был спрогнозирован нами как актив, который точно придет к снижению, развивает мощную нисходящую динамику. Хочется верить, друзья, в том, что вы в верном направлении рынка. И когда мы с вами оценивали перспективу доллара на ближайшие недели некоторое время назад, вы, собственно, увидели все эти предпосылки для слабости этого актива, приняли соответствующее решение и сейчас вместе со мной ждете, когда индекс доллара подберется к поддержке 100 пунктов ровно. Сегодня на повестке экономического календаря нету каких-то интересных релизов, связанных непосредственно с долларом. Но это, опять же, затишье перед бурей, потому что завтра уже нашему вниманию будут представлены данные по инфляции в США. И этот релиз станет точным источником крайней высокой волатильности всего, что имеет отношение к финансовым рынкам. И я надеюсь, что завтра, когда индекс потребительских цен покажет значительное снижение, это, напомню, июньские данные, еще большее количество трейдеров поверит в то, что теперь американский регулятор максимум, на что и пойдет, это на повышение ставки лишь в июле. После чего возьмет продолжительную паузу и через какой-то период времени начнет уже смягчать экономическую политику посредством снижения ключевой процентной ставкой. Давайте начнем с повестки экономического календаря. Сегодня из тех релизов, на которые стоит обратить внимание, я бы выделил только блок данных по английской экономике, по рынку труда Англии. 6.00 по GMT уже относительно скоро выйдет эта статистика. Британскую валюту мы очень давно купили с амбициозными целями 1.30. И сейчас плавно приближаемся к этому психологическому рубежу. Декущие котировки по паре фунт-доллар 1.2875. Некоторое время назад, буквально неделю, мало кто верил, что фунт сможет в короткосрочной перспективе добраться до сопротивления 1.30. Сейчас, учитывая ту волатильность, которую показывает фунт, до этого целевого ориентира фактически остается один маленький шаг. И при появлении определенных фундаментальных предпосылок этот шаг будет сделать очень просто. Сегодня как раз данные по рынку труда, я на них возлагаю большую надежду, особенно на показатель по динамике зарплатных плат. Потому что если зарплатные платы действительно окажутся выше, чем ожидают эксперты, либо чем показатель прошлого периода, то тогда на рынок снова вернутся спекуляции на тему, что инфляция в Англии будет устойчивой, возможно даже продолжит расти. И это потребует более активных действий от регулятора, от Банка Англии. Вчера мы следили за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли, который не разочаровал, друзья. Ну даже по текущей динамике британской валюты это понятно. Бейли признал, что вероятность рецессии значительно выросла. Но он сделал очень важное заявление, которое связано с тем, что последствия продолжительной, высокой инфляции куда более губительной для экономики, чем период какой-то каткосочной рецессии, которую можно преодолеть при правильном использовании верного набора вот этих монетарных инструментов. Другими словами, Бейли признал, что единственное, что сейчас можно сделать, попытаться сделать регулятор, это активно дальше тащить ставку вверх. Зачем мы будем следить и на чем мы попробуем заработать. Потому что при анонсе в фактическом повышении ставки потенциально еще на 50 байсных пунктов, я допускаю, друзья, то, что пара фунт-доллар не остановится даже на отметке 1.30. Но выше этого уровня мы пока не смотрим. Достигаем цели, фиксируемся. Соответственно, дальше смотрим за фундаментальным фоном, за теми отчетами, которые будут опубликоваться после. И я думаю, что если будут хорошие условия, мы снова откроем длинные позиции. Так, и из еще событий сегодняшнего дня стоит отметить данные по запасам нефти от Американского института нефти. Это не отчет от администрации, антической информации, но за запасами мы в последнее время внимательно следим, потому что на этих запасах нефть неплохо ролирует. Соответственно, при снижении запасов, я в этом практически не сомневаюсь, котировки могут локально получить поддержку под закрытие текущей торговой сессии. И завтра, когда мы будем уже анализировать данные от администрации, антическая информация, это ралли может быть продолжено. Нефть сейчас 78,10. Уже также мы близки к нашей цели 80 долларов за баррель. И среди факторов, которые поддерживают нефть, это, как я уже отметил, снижение запасов, снижение объема нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+, повышение отпускных цен со стороны Саудовской Аравии для импортеров. Конечно же, слабый доллар, который поддерживает котировки всех сырьевых инструментов. Золото 1926 долларов за тройскую унцию. Здесь тоже можно перечислять факторы, которые, скорее всего, будут поддерживать этот актив. Дальше. Наша цель 1950 и потенциально повыше. А факторы поддержки – это индекс настроений. Толпа сейчас в коротких позициях. Последний отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Снижение доходности американских облигаций. Десятилетки скорректировались с 4%, по сути, с 4,05, если быть точным, до 3,98, а двухлетние облигации с 5% до 4,85%. Как правило, когда растут доходности облигаций, золото теряет стоимости, потому что золото, к сожалению, не приносит купонного и процентного доходов. Но когда наблюдается обратная динамика, облигации становятся менее востребованы и привлекательны, и трейдеры снова обращают внимание на перспективы золота. Индекс доллара 101,45. При том, снижение, которое произошло буквально за последние несколько дней, когда индекс доллара котировался выше 103 пунктов, а сейчас уже на 1,5 пункта ниже. Я допускаю, что поддержка 100 пунктов будет протестирована раньше, чем мы прогнозировали. Данные по рынку труда США 209 тысяч, фактически показатель с прошлого, который был выше 300 тысяч. И после вкуса, опять же, от этого отчета, такой неприятный, все трейдеры, которые были ранее уверены, что американский регулятор будет готов повысить ставку дважды до конца этого года, сейчас, конечно же, сомневаются, потому что такой отчет по Non-Farm Perls указывает на охлаждение рынка труда. Нам нужно теперь дождаться, как я уже отметил, данных по инфляции, посмотреть за фактическим показателем уже по прогнозам, то есть ждать, что в июне инфляция снизилась с 4 до 3,1%. Если действительно цифры будут такими, то тогда у Федрезерва действительно не будет необходимости идти на более чем одно повышение ставки до конца этого года. И на этом фоне мы как раз будем ловить индекс доллара гораздо ниже текущих уровней, потому что если ФРС откажется от жесткого монетарной политики, он фактически лишит доллар факторов фундаментальной поддержки. Доллар иена 140.82. Наша цель 140, агрессивное снижение, обвал, можно так сказать. За несколько торговых сессий пара потеряла уже 400 пунктов, и это блестящая сделка, я думаю, что нужно называть вещи своими именами, которая была обусловлена опасениями валютных интервенций со стороны Банка Японии, и сейчас еще подогревается вот это нисходящее ради тем, что Банк Японии на фоне роста зарплат может начать корректировать монетарную политику, тоже досрочно как бы. Это пока не касается изменения процентной ставки, но может быть скорректирован контроль кривой доходности облигаций. Он находится сейчас в диапазоне от минус 0,5 до 0,5, и я допускаю, что этот диапазон может быть расширен до минус 1,1%. И это тоже будет подтверждением дальнейшего ужесточения монетарной политики или, скажем так, смены вектора монетарной политики, что должно поддержать позиции японской иены. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.